Длинный крейсер с двигателем 5.3, что-то, чем-то за рулем внутри, это амазонка, ходит-ка дела, ну это такой машине не идет никак. И что же, приветствую всех, и тебя Пашень Ди, и тебя Димыч, и с вами с тобой я Кирилл, и продолжение прохождения игры The Evil Within 6 сезона. Да, 6 сезона, 3 серии, ну по-моему да, 3. Ну что же, у меня хорошие новости, я наконец-таки выздоровел, да, это действительно очень хорошая новость. В прошлой части я довольно так тихо закончил, вы сами знаете почему там, ну вы понимаете почему. Вот такие вот дела. Не буду объяснять, даже тупой пример. Итак, собственно говоря, продолжаем. Мы в прошлой части разгадали головоломку, головоломки с мозгами, дабы открыть среднюю дверь особнячка, чтобы туда попасть и найти Марселу и Лезли. Собственно говоря, это мы уже, так, стоять, это мы уже сделали, и, собственно говоря, направляемся в эту среднюю дверь, в которой мы активировали, собственно говоря, капсулы. Но я забыл открыть ключиком, я же обещал, я же, я свои обещания держу, сука, поэтому я, собственно говоря, у меня есть ключик, и я открою эту чертовую ячейку. Но только надо подумать, собственно говоря, какую лучше открыть. Где же нам сорвать куш, сука, где же нам сорвать куш, это как тебе поле чудес какой-то. Поле чудес. Ладно, давай откроем, какую бы нам открыть, вот эту вот открою, самую нижнюю. Что это? Четыре снаряда, охереть. Короче, сколько у нас у нас жидкости, сколько у нас жидкости, срочно, срочно сколько жидкости? Шесть девятьсот. Короче, это какой заряд? Да твою мать. Какое-то? Вот такой вот, да? Сейчас, короче, давай попробуем на шесть девятьсот, если вообще получится прокачать совместимость, короче, арбалета. Стрел для арбалета. Хотя бы, да, штук, наверное, трех, что ли. Ну, если у нас вообще хватит бабла. И здесь же придется как нищеброда все считать. Ну, ладно. Так, это у нас называется болты и агонии, да. Так, где это было? Вот она, болт-вспышка, да. Не хватает. Погоди, погоди, нет, стоп, стоп, стопэ, стопэ, стопэ. Нам нужно не просто что-то там сделать. Нам нужно именно, именно, короче, увеличить запас. Это я, если я прокачаю, у меня запас увеличится. Я сейчас не пойму. Ладно, давай. Требуются очки. Давай еще пока. Ну, все. Теперь-то мы можем это взять. Блин, вот обидно самое, что, короче, ты вот хочешь взять, да, там, вот ты открыл, там, нашел ключ, там, там. Нашел ключ, хочешь открыть, короче, какую-то ячейку, находишь там охерительный просто, сука, предмет, и ты не можешь его взять, потому что у тебя нет места. Это реально обидно. Так. Почему нельзя взять-то? Сука, почему? Ну, так нечестно. Честно, реально. Твою мать. Можем болты сделать. А что мы тогда прокачали, я вообще не понимаю. Вообще отлично. Ну, ладно, в любом случае он не пропадет, он останется, и когда мы израсходуем этот болт, то есть замораживающий, по-моему, если я не ошибаюсь, а, нет, болт вспышка, по-моему, то мы обязательно сюда вернемся и его заберем. Главное не забыть. Все, теперь направляемся в середину и в этот, сука, ужас. Да не уставай ты, вот, сейчас отдыхай, пока в зеркало тебя хватит. Так, в общем-то, все, выходим и заходим в середину. Ну, как я и обещал, в этот ужас. Ну, и я, разумеется, на всякий случай закрою глаза, потому что, мало ли, сейчас что-нибудь произойдет, какой-нибудь скример. Бец. Я закрываю глаза. Я сейчас иду вообще без закрытыми глазами. Твою мать. Что это за звук? А можно открыть? Сука, помогите. Твою, налево. Ничего, убить, умерли, что ли? Слайск. Все, все. Где это мы? Не понял? Не понял. Я... Что это такое? Это кто вообще? Ты кто? Ты кто, шкет? Мать твою. Мать твою. Да, но все равно, что? Ехать. Да он тут эксперименты проводил над головами животных, над головой свиньи. Он что, вообще охерел, что ли? Он что, вообще страх потерял? Что делать-то надо? Спускаться. За ним просто надо следовать. Да, ну ладно, все следуем за ним. Я согласен. Это просто, короче, призрак, походу. Какие-то красные летают. Херотени странные. Так, ладно, направляемся дальше. Ага, мне уже реально страшно. О, что это за дверь с щитком? Такая же комната. Интересно. Что это? М-м-м-м! Сука. Твою мать. Кто это такое за херня? Твою мать. Что делать надо? Лежать туда, что ли? Что, с нами что-то идет? Опять этот Рубик, блин. Опять это же комната, только шкафы не хватает. Твою мать. Что такое? Что делать надо? Что делать? Помогите. Твою мать. Твою мать. Это растяжки. Если мы на них попадемся, то мы нахер взорвемся. Я боюсь. О, нет. У нас время идет. Твою мать. Полт. Ты, блин. Если мы не будем успевать, то нас эта херня прихлопнет. Все, теперь не прихлопнет. Нам повезло. Сколько мне ждать-то? Окей. Ну и, собственно говоря, эти упали. Вот это вообще сейчас реально было страшно. Пипец, я там чуть не пересрался. Ой. Не понял. Мы только что были в одном месте и очутились в другом. Как такое возможно? Ну ладно. Я не против. И откуда надо бежать? Профиль сохранен. Ну просто статуя основная. Это по скрипту. Это по скрипту, ребят. Что это? Опять это хренатень. Да спасите же вы меня, кто-то бежит от нее. Полицию вызову. Мама. Мама, зачем я родился? Чтобы этот ужас весь видеть. Давай, ты наши велики. Разбиватель руками. Железо. Боюсь. Ты что ж ты делаешь-то? Я боюсь. Будь. Все закрывается. Задайте пройти. Твою мать. Нет. Как нам пройти? Ты нас заразил какой-то хренью. Что делать? Что делать? Давай быстрее. Себастьян. Давай, беги. Налево. Беги быстрее. Где ты? Где ты? Не понял. Мы опять в этой комнате. Точнее, да. Мы реально опять в этой комнате. Что это было? Это какое-то что там? Блин. Что разработчики курили, когда эту игру придумывали? Я удивляюсь сильно. Без обид по Шенде. Так. Ты что, ломасит? Это статуя, блин, стоит. Вот. И голова свиньи, кстати, пропала. Фрагмент. Интересно. Какие-то фотки есть. Попали в ту же самую первую комнату, что и в начале прохождения. Интересно. Да, реально интересно. Ну да ладно, не будем тормозить. Будем дальше. Какие нас еще странности сегодня ожидают? Мне интересно. И опять мы на улице, где начались сильные дикие проседания. Ну не считая недвижковых роликов. Маки. Это же то самое место, где... Короче, о котором я снилась Себастьяну. С маком и вот этой вся херней. Вороны ему тоже снились. Вороны, маки и вот эти вот люди с факелами снились. Почему я здесь? Почему? Те сон снился, дурачок. Неужели ты не помнишь? Ну не помню. Тут им будет немножко подлагивать, потому что тут вообще охранительно. Тут маков. Просто бескрайнее, сука, множество. Просто бескрайнее. Будет подлагивать. Я предупреждал. Ладно. В общем-то... О! Патроны. Вот снайперки. Так. В общем, попали мы в какое-то странное маковое поле. И, собственно говоря, вокруг этого бесконечного макового поля мы нашли какой-то амбар странный. Или что это такое? Да. Какой-то амбар. Разумеется, это какое-то видение или какой-то сон, потому что оно не может быть такое, что вокруг это бесконечное маковое поле. То есть... Ну вы представьте, сколько нужно посадить... Сколько нужно посадить мака, чтобы, блин, это все выросло. Это нужно, блин, наверное... Миллион лет, наверное, на это нужно, чтобы все это посадить и чтобы все это выросло, блин. Вы представьте, сколько тут маков посажено. Просто вот посмотрите, блин, на это бескрайнее множество маков. Ну да ладно, сейчас не о них Ладно, все, ищем, короче, вход Коча, если у меня будут бабосы, я должен срочно, как, каким-то, не знаю, каким образом прокачать вместимость, короче, болтов для арбалета Потому что мне это не нравится, столько болтов, я не могу их взять, потому что у меня все переполнило Пипец Ладно, попробуем войти Лаура? Это же та самая Лаура, которая была в записке ей в той комнате, помнишь, в особняке? Я знаю, что ты здесь Мне кажется, что эту записку написал Да, это же Рубик написал эту записку, точно, когда был маленький Сейчас мы узнаем, какая с ним херня произошла, почему он стал таким самым Походу, это его девушка или кто? Телка, что ли? Ты телка Рубика? При этом познакомиться Ну они, это, это, походу, не знаю, тоже Что это было? Это тоже какой-то, походу, флешбек, раз они нас не увидели Вот этот вот Рубик сидящий Это все, походу, были все флешбеки, короче, мне так кажется Потому что, ну, вот, чего они нас не видят, я не пойму Вот почему? Это флешбек, все Это просто все флешбек И Рубик, проводящий опыты над этим Над головой свиньи тоже был флешбек А вот голова свиньи не была, кстати, настоящей Твою мать, они пытаются поджечь на сам Ну, не наш амбар, а просто амбар Себастье, ну, что происходит? Ну, только не огонь У меня же будет проседать, сучка Не понял Они реальными стоили? Как? Они вполне были реальными Твою мать Вот именно, блин Туда Да добраться сначала туда надо Вот как добраться, я не знаю Сейчас посмотрим Может быть, придется, наверное, разрешение менять Потому что, ну Проседания, пошли Так, ладно, в общем-то, сейчас нам нужно активировать, в общем-то, лестницу Чтоб через окно, как и Рубик, выпавший, вырваться Собственно, я не виню Рубика Он жертва непредвиденных обстоятельств Потому что я-то знаю наверняка, что с ним какая-то херня произошла И он стал злым То есть он потом вырос, что-то решил кому-то отомстить, видите, и стал таким, каким мы его видим сейчас Но почему он мстит обычным мирным людям, я этого, к сожалению, не знаю Так, вот теперь мы должны подняться Ну и... Ну ладно И как? Ммм, не знаю Ну вон за окно, ну Вот мы должны еще какой-то аппарат найти Что-то не прыгаешь-то Ну прыгай Два часа ждет Так, в общем-то, сейчас наша задача опустить лестницу Только вот где еще найти аппарат, я не знаю Ну и... Что делать-то надо? Колесо какое-то странное А, вот Это чтобы, наверное, лестницу А, это чтобы, короче, подвинуть ее Все понятно Все понятно Все, двигаем Все Теперь, короче, берем Используем Подъемник такой, да? Сейчас мы выберемся Я надеюсь, Себастьян, ты не задохнешься В этом дыму и огне Все, давай На свободу На свободу, сука Твою мать Опять эта красная хренатень Ну что ж Ну я почти выбрался Ну что такое-то Так Твою налево Только не говорите, что мне сейчас нужно не просто от него убегать А еще его победить, ладно? Пожалуйста Мне вчера родительского собрания от мамы и папы люлей хватило Пожалуйста, ты мне еще люлей не вешай А-а-а-а Он еще этих книг насылает А-а-а-а Все, давай Это будет лагать Я знаю, лагает Потому что Ах, он еще Это Босс Херобосс Жиробосс, блин Ладно, в общем, чтобы на нас не пылились Наш арбалет Наверное, кипи Руем, господи Подожди Вот он Взрывайся, сучка Помогите А мы в него-то можем попасть? Нет Походу мы просто должны От него убегать За какое-то определенное Убежать от него время Чтобы он От нас потом отстал Где он есть? Вот он Вот Скоро ты уйдешь Это охоня, у меня от него лаги идут Мне скоро надо отсюда уходить Да не в нас Блин Блин Что он делает Блин Блин, да он тут как тут Постоянно появляется Да и еще чего Нет Нет Красава, да лалка Ты куда-то не отстанешь Скотина Ты куда-то не отстанешь, скотина На Гори Фу, походу прошли. Вот она, это Лаура. Опять стала призраком. То есть воскомненно. Какого хера он ее забрал? Она же флэшбэк. Ее не существует. Кто это вообще такой? Я не пойму. Кто это за красное бестие какое-то? Что это вообще? Что? Я при чем? Неужели это какое-то еще одно воплощение? Окей, были жуткие лаги, но вы понимаете почему. И резко все стало офигенно работать. Как говорится, из гнязи в князи. А что, мы камеры вертеть не можем, да? Так давайте, походу, перезарядим, наверное. И сделаем болты. Так. И стоит перезарядим. Бинтовку перезарядим. И опять мы оказались в этом длинном коридоре. Так, сколько там у нас времени? Еще нормально. Так, ладно, давай болты делать. Все. Окей, идем дальше. Так, у нас пока практически половина жизни. Ну ладно, идем дальше. Было интересно, но жутко просто так вот. Этот красный монстр, откуда ни возьмись, появился. И кто это, что это, откуда он взялся, я лично не понял. Поешь. Борис. А, Беатрис, Борис, поешь. Ладно. Здесь с ней открывается. Офигеть. Так. Какая-то знакомая комната. Туннель можно пройти. А это что? Закрыто. Ну ладно, прошли в туннель. Так, и что это? Нет, не закрывайся, я ключи дома забыл. Ну ладно, понял. Окей, прошли мы эпизод. И у нас, в общем-то, мне он понравился. То есть, да, такой офигительный вообще эпизодик. Такой прям вообще прям в задушу прям берет. То есть, вспоминается, четвертый резидент. Первый резидент вспоминается, разумеется, очень-очень хорошенько так. Было довольно сложно, особенно когда Руик появлялся. В общем, нам не этот конечный этап понравился. Это как мы попали в длинные коридоры, видели флешбеки, оборонялись в амбаре. Там какая-то красная бестия появилась. В общем, мы тоже от нее оборонялись. В общем, было здорово, было весело. И, в общем-то, мне понравились эти головоломки с мозгами тоже, что-то новенькое появилось. То есть, раньше такого не было. То есть, разработчики в этом плане молодцы. Они старались, это видно. И, собственно говоря, мне понравился эпизод. Начнем с следующего. Как он у нас называется? Инструмент мастер. Ну, это смотря в каком контексте это словосочетание, так сказать, употреблять. Так, я не матерюсь. И куда же мы, интересно, попали? Так. Закрылся шкафчик. Мне интересно, давайте посмотрим. Лезьте вниз. А там тогда что? Мало ли какой-то секретик там где. В общем, башни тут вместо сокровища, как в четвертом резиденте, тут находятся статуэтки, которые тоже секретно спрятаны. Новая глава. Ой, мать. Спускаемся куда-то вниз. Что-то за туман странный внизу. Твою мать. Я знаю этот эпизод, сука. Тут будет так сложно. Я помню, я еле-еле прошел, когда сам проходил. Ааа, сейчас заплачу маме жаловаться, байк. Это будет сложный эпизод. Благо, конечно, мы в этой части скорее не затронем то, что здесь будет. Но мы обязательно это затронем в следующей части, в следующей серии. Ладно, пока смотрим флэшбэк. Вот он, Трубик, он уже более-менее вырос. Вот он уже пострадал. Вот, наверное, скорее всего, он пострадал из этого амбара, когда подожгли его эти люди с факелами. И, наверное, он, скорее всего, решил им отомстить, сделав их такими, какими они являются сейчас. Так что, такие вот дела. Да, не хотел я, конечно, ныть, но в следующей части будет действительно жестко. Просто жестко, реально, вот, серьезно я проходил, будет жестко. Так, у нас, как бы там, записка из подвала особняка. У меня отняли детей. Может, это судьба? Может, он что-то натворил? Нет, только не мой идеальный сын. Все из-за того пожара. Он все погубил, все отнял. Мои дети уже не те. И Эрнесту тоже. Он сказал, что заботится о них, что они в безопасности. А теперь говорит, что их больше нет. Этого не может быть. Я мать, я бы знал. Я до сих пор слышу голос моего милого мальчика. Его смех и всегда из подвала. Так продолжается не может. Мать должна быть со своими детьми. По записке мы, собственно говоря, понимаем, что, походу, это мать Рувика пишет ему. И, походу, она разочарована тем, что случилось, собственно говоря, с Рувиком и с другими шкетами, собственно говоря. Ну и вот такие вот дела. Что же поделать? Ну, мать, тебе мы сочувствуем, мать Рувика. Ну, никто, как говорится, не застрахован от несчастных случаев. Ну и... Собственно говоря, мы по Рувику видим, каким он стал после этого пожара. То есть потом он походу свое мировоззрение изменил, что-то там поменял и вот пошло-поехало от этого, в общем, поплесал. Ну что же, у нас начало нового эпизода. И у нас еще, собственно говоря, сезон на этом не заканчивается. Ведь у нас еще дальше пойдут эпизоды. У нас еще идет помещение. И опять я чудился здесь, на этой койке, без одеяла, без всего, в грязной кровати. Ну, собственно говоря, нечем удивляться, ведь это не просто больница. И это даже не тенистый, это псих-больница Кримсон-Сити. Хотя, может быть, и не Кримсон-Сити. Так, открываем. Так, Пашенти просил меня что-то выпустить кого-то, да, мальчик, я помню? Да, выпустил. Ты знаешь, почему этот мир такой? Что? Кто ты? Ненависть. Не понял, какая ненависть? Тут собираются черты характера Руика, что я не понимаю. И воплощаются в виде каких-то людей, да? Странно. Ну, может, я и ошибаюсь. Не, как бы он вообще смог бы это сделать. Этот мир существует. Может, я и... И, да, и болты мы эти не возьмем, но я про них не забуду. Вообще, ладно, сохраняемся. Сохраняемся мы в... 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 Ну, что же, на этом я хочу попрощаться с вами, Пашенди и пацанючек, мальчик, Димыч. В общем-то, надеюсь, вам понравилась эта серия. Оценивайте ее, ставьте мне мысленные комментарии, мысленные лайки, комментируйте и всякую... В общем-то, в общем-то, говорите, что вам понравилось, что не понравилось. В общем-то, с вами был я, Кирилл. Это была третья серия шестого сезона. Следующая серия, как я уже говорил заранее, будет... Жееееееееесть. Ну, ладно, не стоит отчаиваться, мы ее обязательно пройдем. Мы пройдем ее, потому что я не останавливаюсь на полпути, поэтому, собственно говоря, не буду говорить, что будет в следующей части, хотя, может быть, вы так знаете, но это будет сюрприз. Будет жесть. Это будет похуже, чем с Рувиком. И, возможно, перепрохождений будет много. Крови будет много, будет много жести и нереального дерьма. В общем-то, ладно, все. Это СМГ. Кирилл, удачи вам и до следующей серии, пацанючки.